МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день! Как всегда в это время приветствую вас в Петербурге, в центре Петербурга, на Моховой улице, в знаменитом учебном театре, замечательной театральной академии. Сегодня мастер-класс для нас с вами проводит человек, который всю жизнь мечтал кем-то руководить и что-то сочинять. Он мечтал быть капитаном, дирижером, писателем, но он уверен, что каждый человек может и должен быть режиссером собственной жизни. Поэтому свою жизнь он сочиняет сам. Итак, мастер-класс для вас сегодня ведет народный артист страны, профессор, руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Рейхигаус. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Здравствуйте. Иосиф Леонидович, я думаю, что вы должны чувствовать себя здесь хорошо. Пришел момент сатисфакции. Вы на сцене учебного театра, того самого института, откуда вас когда-то выгнали за профнепригодность. Да, вы все знаете. Мало того, я обещал, когда выгоняли, я говорил, вы пожалеете, вы меня будете приглашать, а я еще подумаю, соглашаться ли. Но это не первый раз случилось. Я им обещал тогда, что, когда выгоняли, я был студентом, режиссерской мастерской, замечательный был профессор, замечательный. Он меня выгнал, потом очень быстро умер. Борис Вольфович Зон. Знаменитый. Да, знаменитый, прекрасный. Он перед этим воспитал и Тинякову, и Додина, и Фрейндлих, и многих-многих воспитал. Но вот со мной у него не пошло. А в чем была ваша, извините, профнепригодность? Я скажу, я был неправ. Вот скажу теперь правду. Я был неправ, потому что с первых дней первокурса, мне было очень мало лет, мне было 16 лет, и с первых дней первого курса начались занятия вот этих самых беспредметных действий, этюды на беспредметные действия. Мне долго рассказывали, что нужно чистить зубы почему-то без зубной щетки, и вот все вот это. Это очень пригодится в жизни, в профессии, да? В жизни, да. А я уже к этому времени почитал несколько книжек и думал, что здесь будут выяснять, чем Мерхольд отличается от Таирова. А мне стали рассказывать, понимаете, вот давайте умоемся в душе без душа, наденем пиджак без пиджака. И я стал говорить Борису Вольфовичу Зону, не понимая, что передо мной действительно великий педагог, тогда не понимал. Я стал ему говорить, что может быть вы не совсем правильно учите. Он же ученик Станиславского. Да он ученик Мерхольда и Станиславского и всех вместе, и он был режиссером вот этого театра, когда здесь был ленинградский тюз, конечно. И естественно, он был в шоке. Он меня выгнал очень быстро, просто еще не дожидаясь первого экзамена. Мало того, моя мама, мы жили тогда в городе Одессе, я из Одессы, тогда был большой Советский Союз, я из Одессы приехал сюда поступать. Поступил, меня выгнали, и мама приехала меня спасать. И нужно отдать должное Борису Вольфовичу Зону, который сказал ей, вы знаете, у вас такой мальчик, трудно сказать, как дело пойдет дальше, но такой мальчик, что нужно мне либо его оставить и заниматься только с ним, но тогда нужно отчислить всех других, либо как-то так отчислить его, чтобы он не мешал всем остальным. А самое замечательное то, что я вот смотрю на... Действительно, вы правы, я смотрю на это все. Я увидел вот здесь на афише «Люди и мыши». Это те самые «Люди и мыши», где играли Кама Гинкас и Генрета Яновская. Ну, они уже для меня были тогда стариками, я смотрел на них, как на небожители, это и есть вот это небо. И я счастлив, что я действительно нахожусь на этой сцене, действительно счастлив, очень вам благодарен, готов вот просто, готов на все. А мы на это рассчитываем. Да. Ну, это какой удар по самолюбию? Какой удар? Выгнали, да еще просто вот так. Это замечательно, вы знаете... Ну что, вы пошли по застежному вону и говорили, какое счастье? Нет, я был в ужасном состоянии, но потом я стал понимать, что все, что не случается в жизни, это правильно. Все, вот буквально самые трагические моменты собственной жизни и самые вроде бы вдохновенные, эмоциональные, положительные, они потом как-то так соотносятся, они друг друга каким-то образом дополняют, уравновешивают, и все становится правильным. Тем более, что выгнали меня уже, у меня вот лгитмик, которым тогда называлась ваша замечательная академия, был у меня не первым институтом, до этого меня еще выгнали из Харьковского театрального института. Это вы аплодируете. Я с вами готов, я готов поаплодировать Харьковскому театральному институту, потому что иногда я потом с ужасом думал, а если бы меня не выгнали, я закончил бы Харьковский театральный институт, где по тем временам специальность называлась, знаете как, это невероятно, она называлась так, режиссерой украинской драмы. Ощущение такое, что драма бывает национально, но так же, как если бы это был врач украинской медицины, или, например, украинский физик, ну не украинский физик, а украинской физике. Вот примерно так было там, а поскольку у меня сейчас фамилия было, и тогда тоже нехорошо совсем, то получилось, что они меня вовремя выгнали и правильно сделали. Я приехал в Ленинград, здесь меня вовремя выгнали и правильно сделали, и потом у меня начались прекрасные годы жизни в Ленинграде. Почему вы задержались здесь? Я задержался, потому что я понимал так, раз меня выгнал Борис Вольфович Зон, нужно идти к какому-нибудь самому крупному режиссеру этого города. Самый крупный режиссер этого города был Георгий Александрович Товстанов. Я пришел самонадеянно в возрасте неполных 17 лет, но это надо было еще прорваться к нему в кабинет, представляете, на фонтанку. Я прорвался и сказал, Георгий Александрович, вам не нужен квалифицированный помощник, что-то я ему такое вот говорил. Он, очевидно, я был настолько самоуверен, наглый и вообще непредсказуемый, что он сказал, ну давай начнем, только начнем с того, что поработаешь рабочим сценой. И до сих пор, когда наш театр приезжает на гастроли в БДТ, а мы регулярно там играем, меня встречает с заведующим монтировочным цехом. И говорит, это мой воспитатель, конечно. И действительно, это я ему сейчас аплодирую. Я так сказать, что из монтировщиков сцены выросло немало приличных людей. О, что вы! Не просто монтировщик. Но я много чем занимался. А что вы на журфак пошли? Подождите. Нет, нет, до журфака еще далеко. Я еще пошел в Институт культуры, но тогда он назывался Институт культуры и отдыха. И отдыха он назывался? Да, Центральный Институт культуры и отдыха Ленинграда. Вы меня разыгрываете. Нет, он, конечно, назывался Институт культуры, а студенты называли его Институт культуры и отдыха. Надо сказать вам, что там были очень квалифицированные педагоги. Вот мне повезло с педагогами. И там были очень квалифицированные однокурсники, которых не брали в другие вузы по разным тогда показателям. Среди них был, например, мой товарищ, ныне один из крупнейших телевизионных начальников и изобретателей Анатолий Малкин, между прочим. Какой у вас блат, боже. Какой блат? Это мой однокурсник. Мало того, я в это же время... Ну, из этого института я сам ушел, это правда. Отдыха было многовато. А потом я... Ну, потом прошло время. Там университет, потом я поработал немножко в театре комедии, потом я жил на Фонтанке напротив БДТ в подвале, куда приходили все артисты БДТ, куда приходила творческая молодежь, поэты. Все было прекрасно, но когда я, наконец, дожил до уже пожилого возраста, то есть мне пошел 21-й год, я услышал, что в Москве, в ГИТИСе набирает на режиссерский факультет Анатолий Васильевич Ефрос. И я туда рванул. Оказалось, не я один. Оказалось, туда рванул весь, по тем временам, вся страна, весь Советский Союз. И был фантастический конкурс. И я думаю, я просто убежден, что в тот год была набрана, может быть, если не лучшая, то одна из лучших в истории ГИТИСа мастерских. Прежде чем мы посмотрим, что было дальше, нельзя вернуть вас немного назад, и меня интересуют ваши одесские рассказы. Почему мальчик хочет быть режиссером? Когда он хочет быть актером, это как-то понятнее, знаете? Где вы про такую профессию узнали, что вы поняли, что я хочу этим быть, и я должен туда поехать? Я думаю, что занятие режиссурой – это занятие жизнью, собственной жизнью, автором которой ты становишься. Потому что режиссер – это человек, который хочет все время пересочинить жизнь. Ну и артист, безусловно, то же самое. Артист – это человек, который не удовлетворен своей судьбой, своим городом, своими родными и близкими, своей работой, своим занятием. Ему мало. Он видит, не знаю, Берлин, но ему нужно увидеть Париж. Он видит Париж, но ему нужно увидеть Сантьяго. Ему нужно увидеть Луну. Он видит… Вот он обязательно хочет проверить, он понимает, что за свою жизнь, какой бы она огромной ни была, он не успеет. И ему нужно проверить собой, артисту особенно. Поэтому эта профессия чудовищна. Она великая, прекрасная и чудовищная. Вот другого слова не могу сказать. У меня есть две дочери, и я счастлив, что они не стали артистками. Ну, надеюсь, не станут. Я бы так сказал. Это такое дело… Как становиться режиссерами, я думаю, что это складывается. Это складывается из того, что человек обязательно хочет куда-то двигаться и понимает, куда. Поэтому я долго в юности думал поступить в мореходное училище. Я к этому готовился и собирался. Я хотел быть капитаном и понимал, что вот я буду говорить, куда плыть. Потом я, естественно, хотел быть писателем. Это тоже нормально. Ну, собственно, я каким-то образом стал это делать. Я отношусь достаточно трезво к своей, ну, к тому, что пишу. И, тем не менее, пишу и издаю книжки. Мало того, я горжусь тем, что их переиздают, их покупают. Я сегодня прошел по Невскому, зашел в центральной книжке. Лежат мои книжечки. Говорят, лежат. Надо вам байку одну рассказать. Мы однажды приехали на гастроли с «Современником». Я работал режиссером театра «Современник». И рано утром, это был какой-то Красноярск, раннее утро, гостиница. Мы вошли. И пока там бесконечно тогда, еще при советских временах, бесконечно заполняли анкеты. Там кто мама, кто папа до того, как выдать ключ. И все так бродили лениво. В это время открылся газетный киоск, а тогда продавались фотографии артистов, кто каких фильмов снялся. И как-то так вот, «Современник» был богат за замечательными артистами. И как-то вдруг кто-то заметил, что продают только фотографии Кваши. Игоря Владимировича Кваши. И Кваша как-то стал так гордо ходить. Вот, как я сейчас говорю, мои книжки продают. Вот, и он стал как-то так гордо ходить. И Гафту, говорит, Валя, спроси, есть фотографии Гафта? Там Марине Ниеловой, Костя Райкин. Вот, ну и Гафт как-то так вот не выдержал, пошел. Говорит, скажите, а почему фотография вот только эта? Она говорит, так остальные раскупили все, этого не покупали. А это вот, я примерно так же, эти мои книжки лежат. Вот, мы их переиздают, действительно. Вот в прошлом году три книжки сразу переиздают. Вот, так вот, что опять как режиссером становится. Вот все время недовольны всем, что происходит. И хочется все время поменять, все время сочинить. А почему вас Гитис принял, а Лгит Микниев? Я скажу вам, я вот сейчас, когда принимаю студентов, когда я в свою мастерскую и в режиссерскую, и в актерскую, я даже так сейчас скажу такую кощунственную вещь. Я в последние годы перестал набирать школьников. Вообще. Вот человек, который закончил среднюю школу, которому 17 лет, 18 лет, я понимаю, что, ну, не знаю, о чем с ним разговаривать. Я, собственно, могу с ним разговаривать только о том, чтобы уговорить его не заниматься этой ужасной профессией. Я вижу сразу... Не поезжайте к нему другу. Я вижу сразу в нем, или тем более в ней, поскольку у меня дочери, я вижу своего ребенка, и пытаюсь убедить... Во-первых, я прошу привести родителей, если это возможно. А если невозможно, то пытаюсь убедить не заниматься этим делом. И я считаю, что этим делом должен заниматься человек взрослый и в меру отравленный. Человек, который понимает, на что он идет. Который понимает, что ему... Вот какой возраст? 22, 25? Чем больше, тем... Ну, не за 40, но... Но, тем не менее, вот... Ну, между 20 и 30 все-таки. То есть человек, который идет в это сознательно и понимает, зачем он туда идет. Потому что 99 из 100 девочек, идущих в драматический театр, а тем более в кино, я 10 лет преподавал в Афгике, и вижу эти толпы. Они ведь убеждены совершенно, что идут они туда для того, чтобы с них сняли размер и пошили очень красивое платье и выставили свет на них. Дальше уже аплодисменты. В общем, все остальное пропускается. А все остальное, это есть, к сожалению, чудовищное, безнравственное, ужасно такое давящее самолюбие и давящее всего тебя занятие, когда ты из себя все время сочиняешь какую-то другую жизнь. Если ты этого не делаешь, ты плохой профессионал. Если ты это делаешь, ты плохой человек. Почему безнравственно? Подождите. Потому что, к сожалению, актерская, режиссерская профессия требует строительного материала. Он находится внутри вас. Режиссерская, актерская профессия ставит вас все время в условии, в ситуацию, когда в вас провоцируются некие проявления негативные. Чаще всего негативные. Ну, такова профессия. Ну, как сказать? Ну, вот хирург должен резать, и будет больно, чтобы было хорошо. Хороший врач, очень хороший врач, там, исследователь, не тот, который, а вот он обязательно себе что-нибудь приведет и проверит, какое у него будет состояние. Хороший ученый, который исследует ядро, вот это самое, он облучается, и так далее, и так далее, и так далее. К вопросу о возрасте. Давайте посмотрим один фрагмент из одного давнего вашего спектакля. Да, я уж прямо чуть в ухо вам не дышала. Все старалась обратить на себя ваше внимание, и у меня ничего не получалось. Вот этот Новый год вы в Ташкенте, а в прошлый Новый год где вы были? На фронте. И как это было? Не помню. В прошлый Новый год я проспал. Очень плохо. Что значит очень плохо? Плохо снято? Нет, снято нормально, а сыграно плохо. Виновен режим, во всем виноват режим. Это мой практически первый профессиональный спектакль после Гидица в «Современники» из «Записок Лопатина». Там замечательно играли артисты и Олег Павлович Табаков, и Гафт, и Неелов, и Райкин, и Юра Богатырева, и Олег Иванович Дали. Ну, могу всех перечислять. Но сейчас увидел, стыдно стало. Ну, много лет прошло, это единственное, на что можно списать. Здесь что? Я вот сейчас вижу, здесь слишком обнаружена технология. Вот я могу сказать студенту, вот если бы я смотрел работу студента, я бы ему сделал очень много замечаний. Я бы ему сказал, я понимаю, что ты хочешь на бытовом тексте сыграть другое содержание. Сказал это артистам, а артисты это очень в лоб тебе и выдали. Я хочу только уточнить, успех приятен еще в таком театре. Кстати, Симонов ведь был жив, что сказал? Ну, как он не жил, я с ним работал очень много. Что сказал? Нет, ну, он не просто сказал, мы, мне было, вот, как известно, там, 25-26, а ему было 60, он казался мне глубочайшим стариком, и, тем не менее, у нас с ним были просто дружеские отношения. Нет, ну, мне в жизни повезло, на Константина Михайловича Симонова, на Алексея Николаевича, Арбузова, на Анатолию Васильевича, на Юрия Александровича обстановлена. Повезло просто. Это, ну, судьба, это какие-то слова, ну, это такое, действительно, везение, счастье. И другое дело, что я нарывался на эти встречи. Смотри, встречи на Маховой. Единственное, я нарывался, я этого хотел, и я совершенно уверен, убежден, что каждый человек, вот каждый сидящий здесь, и каждый стоящий там, каждый человек, он получает абсолютно то, чего заслуживает. Абсолютно. Когда мне человек говорит, меня не берут в театр. Вот я уже сегодня, ко мне уже несколько подходили артистов санкт-петербургских, вот в течение дня. Я вот здесь провел сегодня день, и подходило несколько артистов, подходило уже несколько студентов. И вот по тому, как они подходят, как они разговаривают, вот кому-то я говорю, обязательно приезжайте в Москву, мы обязательно поговорим. А кому-то я что-то такое говорю, понимая, что он не убедителен, он не заставляет собой заниматься. Поэтому человек каждый достоин своей жизни. Вот во всех ее проявлениях. В 25, да, вы ставите, то есть вы приглашены волчью к табаковым современникам. Да, в современник, да. Вы на пятом курсе. Правильно? Да, 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 да. Вот вам возраст, пожалуйста, а вы говорите, что... Нет, извините, есть возраст, значит, можно ставить в 25? Рассказываю. Есть одна деталь. Для того, чтобы в 25 это ставить, нужно оказаться в городе Ленинграде в возрасте неполных 17 лет. Нужно оказаться совершенно одному без денег, без знакомых, без родителей, без еды. Скажу сейчас невероятную вещь. Мы, ну, с моими коллегами ныне великими, ну, великими сильно сказано, но знаменитейшими художниками, которые живут и работают в Нью-Йорке. Они учились тогда в Мухинском училище. Мы так хотели есть, что на фонтанке зимой мы ставили друг друга на плечи, на втором этаже, где, очевидно, хорошие люди выставляли суп, вот, мы подавали банку, отливали часть супа, это были 70-е годы, не так уж, не так уж давно. Часть оставляли, мы все не брали. И мы с таким восторгом приходили в наш полуподвал на фонтанке прямо напротив БДТ, разогревали этот суп. Мы ночью на Витямском вокзале там что-то разгружали, что-то зарабатывали. Вот для этого нужно испытать очень многое, многое из того, о чем я даже не могу сейчас рассказывать, но вот в эти несколько ленинградских лет вместился колоссальный опыт. Что такого не случилось, современники, в первый раз? Вы так несколько лет мигрировали по замечательным театрам. Вы тоже набирали опыт, вам было интересно или не получалось? Нет, 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 нет. Я могу сказать, современник, это для меня абсолютная семья, это мой дом, это фантастическое счастье в этой жизни, что Олег Павлович Табаков, что Галина Борисовна Волчек, можно и в любом порядке, она главный режиссер, Олег Павлович директор, взяли меня, по тем временам это не безусловный шаг. Взять человека, у которого нет еще диплома, которому негде жить в Москве, у которого фамилия Рейхельгауз, Табаков, давал первое интервью, и он мне придумал, меня зовут Иосиф Леонидович, и он придумал мне фамилию, он сказал, с такой фамилией, старик, ты чего? Но это он не сам сказал, это ему сказали. А какую фамилию придумал? Леонидов, он говорил, вот Леонидов, хорошая театральная фамилия, действительно. Но я потом, когда меня позвали, действительно позвали в управление культуры, Московское, по тем временам, сказали, вы знаете, ну вы будьте счастливы, вас берут современник, вы чего, с ума сошли? Ну с такой фамилией нехорошо. Я говорю, я бы с удовольствием, просто с удовольствием трижды Леонидов, но извините, с этой фамилией мой отец, кавалер орденов славы, расписался в Рейхстаге, на колонии, а мой дед, председатель колхоза-миллионера в Одесской области с этой же фамилией, на лошади, зерно, вас, вас кормил, бездельников, ну так не сказал. Но подумал. Вот, но подумал. Говорю, поэтому не могу папу подводить, не могу дедушку обижать, ну как, и действительно не могу, действительно, мне фамилия, я так скажу, он практически безразличный, черт ее знает, откуда и что с ней такое, но, но папа и дедушка, но я понимаю, что я должен за нее отвечать. Так вот, они меня туда взяли, и для меня современник, конечно же, был потрясающей школой. Я очень многому научился у Галины Борисовны Волчек, поэтому современник, это моя родина. А дальше началось, дальше мы с Васильевым и с Морозовым пошли в театр Станиславского, потому что хотели, чтобы театр был школой, современной пьесой. Именно эту программу мы впервые там объявили. Но пока все так очень благополучно. В Советском Союзе благополучно с искусством не бывало. Нет, никакого. Вам давали когда-нибудь по рукам? Да что ли? И за что? Сегодня многие кичатся своим таким диссидентским прошлым. Я могу сказать только такие, знаете, объективные факты. Я впервые был выпущен за рубеж, уже будучи режиссером Школы современной пьесы в 90-е годы. При том, что меня приглашали ставить спектакль, со мной подписывали контракты, меня включали в какие-то делегации, меня не выпускали. То есть я доходил до, не будучи членом партии, кто из молодежи этого не знает, и сейчас с удовольствием слушает новые левые идеи. Меня вызывали в райком и спрашивали, как вы относитесь к сочинению Солженицына? Там, «Один день Ивана Денисовича» или «Матрёнин двор». Я говорил, что «Матрёнин двор» я читал, потому что он был опубликован в журнале «Новый мир», а «Один день Ивана Денисовича» я тоже, правда, читал, потому что он был опубликован там же. Называли там «Раковый корпус», например. Я говорил, «Вы знаете, я не читал, потому что вы это не напечатали». Мне говорят, «То, что вы не читали, это понятно, но понятно, что вы это осуждаете». Я говорю, «Я не осуждаю то, чего я не читал». Вот в этот момент меня уже никуда больше не выпускали. Из театра Станиславского меня вынесли на носилках и увезли в реанимацию скорой помощи. Поэтому... Ну, так, нехорошо было сердцем. Поэтому сейчас рассказывают... Велик? Подождите. Да, 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 да. Мой лучший спектакль, который я до сих пор считаю лучшим в жизни, действительно, вот спектакль, который сейчас кажется мне идеальным. Вот где сыграл Альберт Филозов, где сыграла замечательная Аллочка Балтер. Это действительно была лучшая работа, назывался «Автопортреты». И я сам с восторгом смотрел на артиста и думал, неужели вот это я все им рассказал, и они могут так играть и об этом играть. Но, тем не менее, я после этого спектакля на следующий день был уволен из театра и лишен московской прописки. Ну, сейчас сегодня об этом говорить стыдно. Это, ну... Стыдно? Ну, конечно. Ну, почему стыдно? Нормально. Ну, мы прожили эту жизнь, эту чудовищную, коммунистическую, мерзкую, советскую, страшную жизнь. Мы ее прожили, и катастрофа в том, что мои дети уже не понимают от этого страха. Я говорю, а что там такого Гайдара и Чубайса ваши сделали? Они вот это сделали, что я могу вам это вслух говорить, если бы я это сказал здесь в то время, когда я был на вашем месте. Я бы уже не был ни на вашем, ни на своем, нигде. В лучшем случае в сумасшедшем доме. В прошлом году было 20 лет, в прошлом же 20-летие вашего театра, это было как раз 89-го года. Да, у нас сейчас 21 сезон. 21 сезон. Вроде уже времена такие перестрочные, но все равно создать свой театр, это, я не знаю, это с чем можно сравнить по невозможности события? Ну да, это, нет, ну это серьезное дело сделать театр, это серьезное дело. Я много раз пытался делать театр, мы пытались... Вам не говорили, и так театров, дескать, много? В какой радость вам театр? Нет, вы знаете, была такая история, я сейчас скажу. Уже вот в 90-е годы, когда уже повеяло вот этой самой первой оттепели, вот Горбачевские все дела, мне сказали начальники, что знаете, вот пришло время, вам можно руководить одним из московских театров. Я им сказал, что я не хочу руководить никаким старым театром, то есть я не хочу никого увольнять, я не хочу никого переучивать, я не хочу никого заставлять делать то, чего люди эти делать не хотят, вот скажем так, мягко, чтобы обойти. И я сказал, хотите я сделаю новый театр, вот совсем новый, который сразу станет старым? Я сразу собрал, у меня первые два артиста были, Филозов Полищук, третьим артистом был Петренко, четвертым и пятым была Мария Владимировна Миронова и Михаил Андреевич Глузский. Чем вы их заманивали? Работай, работай, работай. Им интересно друг с другом, смею самонадеянно думать, что им интересно со мной, им интересно то, что наш театр вот уже 20 лет за редчайшим исключением, может быть, один раз за 20 лет, ставит только мировую премьеру. То есть я ставлю только пьесу, которую до меня никто никогда не ставил. Давайте посмотрим один фрагмент, вы нам объясните, что нового в старом и старого в новом в этом спектакле. Мой бедный, бедный мальчик. Я была ему скверной матерью. Была слишком увлечена искусством и собой. Да, да, собой. Ой, это вечное проклятие, артистские жить перед зеркалом. Жадно вот так глядываться в него и видеться собственное лицо и все. Да, да, да. Звал. Мой милый, бесталантный, нелюбимый мальчик лежит вон там. Да. Раскинув в руки ничком, весь окровавый. Звал меня, звал. Я не шла. Мне кажется, что он прекрасный авантюрист. Он, все его спектакли, они начинаются из ничего. Это его собственная фантазия, это поиск прямо вот тут, вот сейчас, импровизация, такое коллективное творчество. Я могу сказать все, что я думаю, все, что я хочу попробовать. У меня никогда нет никаких комплексов здесь какой-то своей неполноценности. Мне можно сказать все, что угодно, я к этому отнесусь здраво и с юмором. Мне нравится, что он демократически настроен, что с ним любой человек в театре может говорить на равных. Это моя любимейшая артистка Татьяна Григорьевна Васильева. Я считаю, что она великая, выдающаяся современная артистка. Я действительно, она правильно говорит, я не боюсь сказать, ребят, я не знаю, сейчас я подумаю, я не боюсь услышать от них предложение, которое будет интереснее моего. Мне кажется, что главное будет в конце, когда мы сочиним это и вот тем, кто придет сюда, это будет нужно для чего-то. Но говорят, что деспотом вы тоже можете себя явить. Нет, я, да, это безусловно. Нет, я этого не скрываю. Все, что происходит в театре, я за все это отвечаю. Все плохо. Вот вы входите в театр, если вы видите, извините, афишу, на которой ошибка, или афишу, в которой неинтересно, композиционно расположен шрифт и там эмблема театра, виновен режиссер. И если на сцене происходит... Может, вам директора сменить? Да, зачем? Директор у меня прекрасный, замечательный, но в том, что у меня замечательный директор, заслуга моя. Понятно. Ну, там был показан фрагмент Акунинской чайки. Да. Вот эта чайка Ля Кунина, современная. Вот такие вещи опасно ставить, потому что придут чеховеды и скажут безобразие. Приходят. Нет, вы знаете, как ни странно, настоящие чеховеды, а я со многими из них дружу, потому что я очень люблю Чехова. Очень. Не жили вам и хочется его поставить? Хочется? Зачем вы сами себе поставили рамки в своих прядях? Я поставил Чехова в Нью-Йорке, в Ротчестере, в Тамбуле. Ну что ли, ввести себе театр, поставить какие-то вот такие рамки, чтобы потом невозможно было поставить? Да ну вы что, я делаю то, чего нельзя не делать. Вот когда еще вот эта планка стоит на высоте 2 метра 24 сантиметра, и когда еще никто ее не перепрыгнул, в этом есть большой азарт, большое удовольствие и большая колоссальная ответственность. А может это уловка? Когда эту планку взяли 5 великих режиссеров в мире, а ты думаешь, что ты не допрыгнешь? Так это же в этом... Какое не допрыгнешь? Понимаете, когда в Москве идет 17 чай, 17, и Нина выходит в белом, в черном, в оранжевом, выходит Маша, я не знаю, в белом, а ее спрашивают, а чего вы всегда ходите в черном? Ну собственно, это я сделал. Потому что я думаю, ну чего уже делать, когда уже, ну все все сделали. Ну Маша может лежать, я не знаю, там на люстре, а Треплев может сидеть на дереве. Вот вы, когда начинаете делать «Чайку» в очередной раз, Чехова, вы... А нельзя забыть про все это? Нельзя. Наоборот. Настоящий хороший режиссер говорит, так, вот этого еще не делали, он делает это. Слушайте, это какая-то эквалибристика. Конечно. Это трактовка называется. Извините. Конечно. Это называется трактовка. Потом всем работаясь, театроведы приходят и говорят, смотрите, вот так еще не было. Великий. А вот попробуйте самый первый раз. Вы знаете, когда вот дом построен, то вот его немножечко перекрасить, его немножечко перестроить, его немножечко перефункционировать. Это интересно, и вы сами знаете, не нужно быть архитектором или строителем для этого. А вот когда вам дали кусок земли, здесь лежат камни, кирпичи, цемент, раствор, дерево, бетон. Говорят, ну, строй. Это другая затея. Это другая. Подсолить борщ и поперчить, когда он варится. Когда есть пьеса Чехова «Чайка» и есть пьеса Уильяма, Шекспира «Гамлетт», вы говорите, ну, хорошо, вы Гамлет, Эдва и Офелия, вы разучите слова. Ну, встаньте-то, ну, если там, там же они должны, там же за ковром в Болонии, ну, давай прокалывай ковер. Чего там, ну, чуть лучше, чуть хуже. А если еще в вашем Бобруйске «Гамлетт» никогда не шел, какой режиссер хороший нашел пьес. А вы первый раз придумываете ковер. Первый раз в этом-то и дело. А я первый раз получаю пьес, который никто, никогда, ни разу не ставил. Хорошо, хорошо, хорошо. Это абсолютное сочинение. А зачем тогда вы своим бедным авторам, дебютантам, и дебютантам мастит из пьер-пьеса? Вы же им запрещаете потом где-то ставиться это во второй раз. это очень, я не запрещаю, нет. Дело в том, что я уже... То есть вы как-то покупаете право первой ночи? Да. Я уже об этом говорил, в нашем театре идет только эксклюзивный репертуар. Если авторы хотят отдать другой театр, это их право, но мы играть не будем. Ну, должна быть одна жена. Ну, как это? Какой порядочный человек? Да нет, в этом нет порядочности. В это время. Одновременно. Ну, это неправильно. Одну пьесу отдавать в разные театры только что написано. И это мой ребенок, он должен родиться, он должен в детский сад, в школу, в институт. Он замуж, она замуж захочет. Потом замуж. Но замуж будет выходить вот она. Вот с таким лицом, с такими мозгами, с такой душой. Замуж. Сначала она все это... Я эту пьесу сначала сделаю спектаклем, а потом уже делаете, что хотите. Кстати, не случайно наш репертуар не просто боятся повторять, его боятся повторять. Понимаете? Его не... Заковыристо. Нет, не заковыристо. Его не просто не берут, потому что я не разрешаю, его не берут, потому что боятся, что будет хуже. Несколько раз пробовали, не получалось. На самом деле, ведь были времена, были века, вот интересно, когда играть музыку и ставить пьесы умерших авторов, считалось вообще не... Правильно. Не допустить. Правильно. Человек умер, а мы его... Были века и были времена, они есть сегодня, когда самый современный, самый живой театр был школой современной пьесы. Шекспир-то когда для себя писал. Других не было в театре, да, играли только современные пьесы. Так в этом же все дело. Живой театр это школа современной пьесы. Античный театр они пишут и, извините, к дню Дионисия преподносят. И Шекспир пишет и своим артистам отдает. И Мольер пишет и своей комедии Францессы отдает. И Островский пишет и, извините, Александринки и Малому театру отдает. И Чехов пишет. И Чехов и МХАТ это школа современной пьесы. И Булгаков и МХАТ это школа современной пьесы. А когда мы начинаем ставить 100-400 летнюю драматургию, какая это школа современная, и говорим, а сегодня никто не пишет. Я уверен, что Шекспиру говорили, старик, ну, играй, ты же артист, играй, что там пишешь? Я хочу задать вам один вопрос. Вы говорили о том, что это все равно на проверку оказалась и тяжелая профессия, и не такая радостная, и много там тяжелого в ней есть, и неприятного. Послушайте, но это невозможно. Постоянно, все равно от вас все ждут, вы сейчас что-то придумаете. Правильно. Вы сейчас что-то делаете. Как выглядят минуты, когда вам хочется сказать, я не могу больше, я не хочу, я устал. Я скажу вам, я скажу как. Я думаю, что вот профессиональный артист и профессиональный режиссер отличаются от дилетантов, от непрофессиональных именно тем, что они способны вслух сказать. Я устал, вот то, что вы сейчас сказали. Я устал, я не готов, мне нужно подумать, мне нужно чуть-чуть отдохнуть. Мой великий сокурсник, Анатолий Александрович Васильев, и над этим смеялись, пока он не вошел в историю мирового театра, он позволял себе, еще будучи молодым режиссером, говорить артистам, сейчас, секундочку, сейчас, извините, ребята, я подумаю. И делал так, и застывал на 40 минут. И артисты сидели 40 минут, не шелохнувшись, если шелохнувшись, они больше с ним не работали. Но он сделал шедевры мирового театра и вошел в историю мировой культуры. Это же, на самом деле, это работает головой. Конечно. Поэтому я и говорю, что можно. Я вот, я работаю в основном в таком тяжелейшем режиме. Я работаю действительно в очень жестком режиме. Я просыпаюсь каждый день где-то в 8, в начале 9 утра, и засыпаю после 2 ночи, иногда после 3. Без остановок, я не успеваю днем ни поесть, без остановок. Мы сами себя загнали. Нет, я не загнал. Нормально. Но я, как ни странно, стыжусь своей профессии. Вот, вот, вот. Я сейчас объясню. Когда я был студентом Ленинградского театрального института, алгитника, несколько месяцев, вносил студенческий билет, мне казалось, что я вот ношу удостоверение ангела, выданное Господом Богом. Двери мира открываются. Я предъявлял везде, где только мы. Когда я учился в ГИТИСе, и шел в театр, и шел куда-то, и знакомился с девушками, я говорил, ты понимаешь, кто я? Вот. А чем дальше, чем дальше, тем больше у меня ощущение, что я не достоин своего прекрасного папы, своего прекрасного деда, которые нечто делали руками, которые сеяли, строили, защищали родину. Извините за такой пауз. Поэтому мне иногда очень хочется сделать что-то, что должен делать мужчина. Поэтому я сажусь на квадроцикл, гидроцикл, снегоход, баги, джип и все такое. Я даже вам больше скажу. Вот я репетирую, я живу за городом. Тоже сознательно живу за городом, в лесу. У меня в Москве замечательная квартира, живу за городом. И я в два ночи заканчиваю репетицию или заканчиваю общение с драматургом или заканчиваю какую-то работу. И сажусь, у меня есть водитель, но я сажусь за роль и везу себя вот домой. И должен сказать, что в этот момент я прихожу в себя. Я прихожу не потому, что я отдохнул, наоборот. Смена деятельности. Я в этот момент ощущаю себя человеком, которому подчиняется вот этот большой кусок железа. И я могу ехать быстрее, медленнее, я могу остановиться, я могу этим управлять. Это мужское занятие. А когда я говорю, Артем, сейчас чуть-чуть, очень хорошо, камера, ну, что-то в этом замечательное, но что-то в этом есть романтическое, юношеское. Вот от тех самых 17-летних, которые вот приходят и говорят, сделайте меня артистом. Нет в мире совершенства. Человек руководит огромным механизмом, называемым театром. И хочет руководить механизмом Алтема. Он получает детское удовольствие ребяче, какое-то от того, Мужское удовольствие от того, что управляет железным коньем. Я очень вам рекомендую прочесть мою книжку «Прогулки по бездорожью». Вы поймете, что это очень серьезно. Там приложены карты, маршруты. Правда в том, Иосиф Леонидович, если вас посадить на этого железного коня навсегда, вы попроситесь очень скоро обратно. Не знаю. Нет. Я думал об этом. Я, кстати... Вы что, думали о том, что будет, если я уйду из профессии? Конечно. Я не просто думал, а я это многократно прикидывал. Я могу работать водителем-дальнобойщиком. И могу работать очень неплохо. Я могу работать очень неплохим прорабом на стройке. Я много построил в своей жизни. Я совершенно серьезно. Но я вообще много чего могу. И не просто могу. Я вообще уверен, я совершенно уверен, что человек творческий, он должен разнообразно проявляться и разнообразно сочинять. Я когда студентов принимаю к себе, я задаю им вопросы в основном. Я понимаю, что она выучила стихотворение и почитает. А вот как супчик сварить и чем рыбный супчик отличается от мясного, он бедеет. Я бы не прошла ваше собеседование. Не прошли бы, нет. Мне не важно, варили ли вы супчик. Мне важно, мне важно, как вы к этому под... Вот что вы начнете сочинять, чтобы варить супчик. То ли вы топор вначале туда положите, то ли... Вот что вы начнете с этим делать? А то, что я сказала вначале, то, что вы считаете, что люди могут сочинять и режиссировать свою жизнь. Конечно. Вот все обычные, даже если у нас обычные работы... Они это и делают, просто все делают это по-разному. Безусловно, все делают. Когда вы говорите, я хочу быть доктором, это вы режиссируете свою жизнь. Когда вы говорите, я хочу вот жениться на ней, а на ней не хочу, это вы режиссируете свою жизнь. Когда вы говорите, я хочу жить в этой квартире, а в этой не хочу, Значит, на эту я должен заработать, а эту я должен попросить, а здесь я... Вы режиссируете свою жизнь, конечно. Очень часто случаются режиссёрские неудачи, знаете ли. Конечно, безусловно. Не на том женился, не в той квартире не жмёт. Так потому что это же школа современной... Не ту профессию выбрал, да? Потому что эту пьесу до вас никто не ставил. Вы её первый раз играете. Здорово. Ой, бед. Давайте мы вопросы послушаем. Здравствуйте, Иосиф Леонидович. Меня зовут Настя, и у меня к вам последовательность связанных вопросов. В чём смысл профессии актёр и для чего она нужна? Ведь нужна для чего-то, а если всех отговаривать от этой профессии, от актёрского пути, то откуда тогда брать тех людей, которые будут заниматься этим делом и посвятят ему свою жизнь? На самом деле это один и простой вопрос. Театр совсем просто. Театр, я так думаю, нужен для того, чтобы помогать друг другу жить. Театр – это один из способов жизни. Мы всё время эту жизнь пробуем познать. Мы пробуем познать её формулу. Мы пробуем познать, откуда мы взялись и куда мы движемся, и зачем это, и во имя чего. Кто-то идёт в храм, кто-то идёт в литературу, кто-то идёт в театр. Если человек хочет этим заниматься, это как донор, который хочет отдать свою кровь, чтобы не умер другой, или чтобы другому сделали качественную операцию. Поэтому я и отговариваю, думая, что люди плохо понимают, что такое отдавать свою кровь. А если они понимают и понимают это сознательно, и будут отдавать кровь не красавцу-артисту, умирающему, а будут отдавать кровь бомжу, больному с ПИДом. Вот я понимаю, что это истинное существование в этой профессии. Оно поэтому для меня тяжёлое, противное. Не... Вот на этом остановимся. Да. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот как кризис влияет на культурное сознание людей? Никак. Кризис экономический. Я понимаю, что вы о нём спрашиваете, да? Кризис экономический. Чаще всего нет никакой прямой зависимости между экономическим состоянием общества, государства, конкретного театра и художником. Иногда из ничего, из бумажки, из студенческого театра, вот на этой сцене возникали из ничего великие спектакли. Я их видел здесь. А иногда богатейший театр тоже здесь неподалёку стоит. Богатейший, которому дают специальные деньги от Министерства культуры, от мэрии, от губернатора. А он бессмысленен. Вот тут ни кризис, никакая экономика никак с художником не соотносится. Даже чаще есть обратное соотношение. Человек голодный, острее чувствует, острее видит, острее сочиняет. Вы говорили о том, что профессия актёра – это профессия чудовища. Можете назвать ту профессию, которая противоположность? Профессия красавица. Спасибо. Могу. Ну? Библиотекарь. Я с великим сожалению должна констатировать, что мы провели сегодня блистательную… Да, уже закончили. …блистательные минуты, встречаясь именно с вами, с народным арктистом страны, с знаменитым режиссёром. А что? Страны же? Нет, вы знаете, я должен, опять же, гордо сказать, что у меня много разных званий. Я свои звания, вот, народный артист, там, профессор. Российские звания я никогда, нигде не публикую. У меня есть два звания, которыми я иногда подписываюсь. Они тоже реальные. Это реальные звания. Я лауреат Государственной премии Турецкой Республики и профессор Тегеранского университета. В сочетании с моей фамилией это очень хорошо звучит. Я хочу закончить эту встречу, чтобы вы нашим замечательным студентам и зрителям сказали, ну, что надо сделать в спектакле под именем «Жизнь», что там должно быть, чтобы эта пьеса с именем «Жизнь» была удачной? Как вам кажется? Я думаю, что нужно сделать следующее. Вот все, чем вы можете, не заниматься. Ни в коем случае не занимайтесь. Вот если можно без этого, если можно прожить без того, чтобы быть артистом, журналистом, вот проживите без этого, это кроме неприятностей ничего не принесет. Но если вы понимаете, что жить, вот буквально жить без этого невозможно, тогда, к сожалению, вам придется отдать этому всю вашу жизнь. Спасибо, дорогие. Спасибо. 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 Спасибо.